Учетом этой поездки Месси, вариант Саудовской Аравии ближе теперь, как тебе кажется? Ну и всех связей Месси с регионом. Я думаю да, но при этом мне кажется, что пока Месси сам не решил. То есть у Месси есть вполне реалистичный вариант с Барселоной, и тут можно одной строкой заметить то, что из Барселоны ушел Матео Алимани, человек, который активное участие принимал в трансферной политике, именно в финализации трансферов, и многие испанские медиа пишут о том, что Алимани как раз таки ушел из-за того, что он не совсем согласен с курсом, который вырисовывается у Барселона Талета. Один из пунктов этой потенциальной программы, пока тут все очень размыто, но я говорю, то, о чем пишут, делите на два, на три, на сколько хотите, на любое значение. Один из пунктов этой программы – это возвращение Месси. Также, скорее всего, идет к тому, что с Серфи Бускетцем, другим ветераном, будет продлен контракт. Алимани, насколько я понимаю, был настроен в большей степени на построение уже новой команды, то есть команды, которая не будет в плену у великих имен прошлого. Ну и, конечно, в плане того, какие адаптации под футболиста требуются, в случае, если он окажется в команде, Месси – это главный, скажем так, призрак прошлого, который может настигнуть Барселону. Если мы верим в эту версию ухода Алимани, то, конечно, это также намек на то, что Месси ближе к Барселоне, чем нам кажется. То есть у нас уже есть и практически полная ясность, что он Париж покидает, и у нас также есть некоторые намеки на то, что в Барселоне его ждут, или, по крайней мере, это очень высоко в клубе обсуждают, из-за этого даже немножко ругаются внутри клуба. То есть это тот дым, без которого не бывает огня.